Летом население Камчатского села Ивашка увеличивается в несколько раз. Каждая рабочая пара рук на счету. Пока в Карагинской подзоне на нерест идет лосось, работа не останавливается ни днем, ни ночью. Прорези полной живой рыбы подходят к рыбонасосам. Оттуда рыба поступает на заводы. А там главная задача – быстро ее переработать. Здесь, в небольшом поселке Ивашка, работают два рыбоперерабатывающих предприятия. Только одно из них за сутки выпускает 240 тонн рыбы и 12 тонн окры. В самый сезон на предприятии «Восточный берег» работает около 400 человек. Кто с Камчатки, кто из других городов Дальнего Востока, есть приезжие из Сибири и центральной части России. Тяжелый труд в хорошую путину дает возможность за несколько месяцев обеспечить себя на весь оставшийся год. Многие, как Наталья Шутко из Хабаровска, работают на рыбе уже не первый сезон. Поднимаемся по карьере, по карьере, по карьере. Уже до икры доросли, доросли. Ну, они сами смотрят, руководители, кто как работает, ответственность, плюс качество. Засолка икры – дело непростое. Поэтому здесь трудятся настоящие мастера, для которых приготовление икры – процесс тонкий, творческий и обязательно с хорошим результатом. А вот на разделке рыбы особых навыков не нужно. Времени на раскачку никто не дает. Путина. Показали, что делать, и вперед. Первые дни было сложно, потом уже привык, но я освоился. Со всеми бойцами первого Камчатского путиного студотряда заключили официальные договоры о трудоустройстве. Обеспечили рыбацкой экипировкой. Оплатили дорогу до Ивашки и обратно. Ребятам объяснили, они будут работать наравне со взрослыми. Работа очень серьезная, и надо трудиться в пути лица. Это не то, что работа выборщиком территории и тому подобное. Студотряд поселили в общежитии на территории завода, в обычную комнату для рыбообработчиков. Столовое предприятие выделило им специальный стол, обеспечило четырехразовым питанием. Можно было и телевизор в комнате отдыха посмотреть, и в теннис поиграть. А что же запомнилось больше всего? Медведи, что ли, что ли. И работа в деке. Медведей в окрестностях Ивашки действительно много. Некоторые особо ленивые особи променяли лесную вольницу на сельскую помойку, что в километре от жилых домов. И пасутся здесь десятками. В путинный отряд набрали студентов независимо от специальности. Здесь и технологи, и инженеры, и автомеханики, и даже повара. Главным критерием отбора стало желание студентов работать. Однако тяжелый монотонный труд выдержали не все. Некоторые заболели, запросились домой. Надеюсь, что на следующий год мы будем привлекать студентов с технических заведений, которые уже сами определили свои жизни, работать в рыбной отрасли. Это такие, как технологи, реф, инженеры, будущие, механики ТО. Что ж, предприятие не стало никого удерживать, и отправило несколько студентов вместе с другими пассажирами вертолетом до Козыревска, а потом в Петропавловск. С ними рассчитаются за проработанное время, но больше путинный отряд не примут. Среди тех, кто остался, Виталий Иванов. Его принцип – раз уж подписал контракт, доработаю до конца. Самое главное – это выдержку, большое упорство, силу, потому что там нелегко работать. Руки, ноги, все это затекает. Держаться до конца. В планах на следующий год продолжение работы подобных отрядов, которые будут работать в несколько смен. В них смогут трудиться немногим более 50 студентов. Предприятие «Восточный берег» готово вновь принять молодых путинников. Смена кадров должна быть. Поэтому, естественно, мы будем участвовать в таких проектах и поощрять своих специалистов, чтобы брали студентов, молодежь. Постепенно темп лососевой путины на востоке полуострова снижается. По прогнозам, теперь основные подходы горбуши стоит ждать на западном побережье. А это значит, что путина продолжается. Работа идет, а для Камчатки – это главное. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».